Здравствуйте! Вы смотрите наши новости. С вами Анастасия Шерстобитова. Мы работаем в прямом эфире. Вот какими новостями запомнится первый день осени. Кому нас лечить? В скорой жестко не хватает ни врачей, ни медсестер, ни даже водителей. Что люди вызывают сутками и ждут, не могут дождаться. Пошутили или специально сообщили. В краевой столице 1 сентября эвакуировали несколько школ из-за сообщений о бомбах. И проблемы с излюбленным местом отдыха соликанцев. Усовский пруд. Есть ли у местных достопримечательностей будущее? Мы очень ждем и надеемся, что у нас появится вода, что у нас снова будет все красиво и хорошо. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие полчаса. Оставайтесь на своем. Мы просто не справляемся. В Березняках не хватает 50% врачей-неотложки. Главный врач станции скорой медицинской помощи города Березняки Михаил Николов накануне сообщил, что на городской станции фактически работают лишь 20 из положенных 47 врачей. Не хватает и среднего медицинского персонала, и даже водителей. Березняковцы все чаще стали жаловаться на длительное ожидание экстренной медпомощи. В соцсетях то и дело появляются скандальные сообщения о том, что скорая либо просто не приезжает, либо ждать ее приходится несколько часов. Особенно ситуация усугубилась с эпидемией коронавируса. Однако главврач Михаил Николов со своей стороны решил нести ясность. По его словам, все дело в том, что в последний раз врач скорой трудоустраивался в эту службу еще в далеком 2008 году. Новых специалистов служба больше не принимала. Фельдшеры и медсестры тоже не спешат к нам на работу, рассказал главврач. Хотя ежегодно станция скорой принимает по 6-8 выпускников Березняковского медколледжа. Но не все могут справиться с режимом работы, нагрузкой и попросту уходят. Отсюда, по всей видимости, и долгий приезд бригад врачей на вызов горожан. Ну а мы сегодня вышли на улицы города, чтобы узнать мнение березняковцев по этому поводу. У жены моего внука была температура высокая, кашель был. И очень долго ждали. Как думаете, почему так случилось? Ой, да потому что не хватает скорых, не хватает врачей. Это вот первая-первыхая причина. Они там все на износ. А вот они, наверное, за счет ухода. Маленькая им зарплата. Что-то говорят, им хотят добавить. Правда, не правда? Да что люди вызывают, сутками ждут, не могут дождаться. А почему-то скорые летают, и я вообще не понимаю, как так. Я давно не вызывал. Когда вызывал, приезжали ровно. А я продолжу выпуск информации о том, что достаточно тревожно выдалось 1 сентября в Пермском крае. Накануне в краевой столице эвакуировали школы из-за сообщений о бомбах. В школы региона поступили анонимные сообщения о минировании. Как сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края, целью злоумышленников был срыв праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Знаний. В результате проверок учебных заведений угроза жизни и здоровья людей не обнаружено. Силовики предупреждают, что за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. А для маленького жителя Орженикидзевского района Перми начало учебного года омрачилось бедой. Домашняя собака накануне откусила ухо 8-летнему мальчику. Случай произошел около 9 вечера в частном доме по улице Еловая. 8-летний мальчик катался на велосипеде под присмотром своей мамы. Женщина в этот момент выгуливала собаку на поводке. Совершенно случайно ребенок наехал на домашнее животное. Собака на это ответила агрессией, накинулась на мальчишку и укусила его в область головы. Мама вызвала бригаду скорой помощи. Медики доставили ребенка в больницу, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Продолжу криминальный обзор. Житель Александровска понесет наказание за кражу денег с банковского счета. Для того, чтобы снять финансы с карточки друга, ему пришлось развернуть целую мошенническую спецоперацию. Подробности этого и другого происшествия уже готова рассказать моя коллега Любовь Битнер. На очереди патрульная рубрика «Слушаем тебя, Люба». Спасибо, коллеги. Вот подробности этого дела. 34-летний Александровец решил обогатиться за счет своего хорошего знакомого. Договорился с ним, что будет ремонтировать у него проводку в квартире. Однажды друг дал ему банковскую карточку и отправил в магазин с продуктами, сообщив ее пин-код. Вернувшись, злоумышленник отдал кредитку. Однако запомнил, куда приятель ее положил. И в скорости взял оттуда карту и сбежал. Причем снять средства с карты попросил свою сожительницу, чтобы не попасться на камеры банкомата. Тратил средства по своему усмотрению, но все же был задержан сотрудниками полиции. Сознался в содеянном и полностью возместил другу ущерб. Суд назначил предприимчивому гражданину 250 часов обязательных работ. Следующая новость из Перми. Там предпринимателя оштрафовали на 980 тысяч рублей за взятку должностному лицу. Как сообщает следственный комитет, 51-летний пермяк занимался поставками в больницы сухой адаптированной молочной смеси и быстро растворимой молочной каши для детей. В январе 2015 года обвиняемый дал взятку главному бухгалтеру и контрактному управляющему одного из медицинских учреждений Пермского края с целью получить преимущество во время очередного аукциона на закупку товаров. И попался на этом нехорошем деле. Теперь бизнесмен обязан уплатить в бюджет почти миллион рублей. А в Губахе полицейские задержали мужчину, похитившего деньги и золотые украшения у местного жителя. 26-летний губахинец познакомился на улице с компанией и решил с ней выпить. Да так хорошо посидели, что у выпившего один из новых друзей украл золотую цепочку и кольцо. По доброте душевный довел его до дома, а уже из квартиры похитил еще порядка 8 тысяч рублей и золотой браслет. С карточки потерпевшего он перевел себе через мобильный банк 50 тысяч рублей, а затем удалил СМС и ушел. Однако губахинская полиция его нашла и изъяла ювелирные украшения и оставшиеся 10 тысяч рублей. Ведется расследование. Что ж, и это все на сегодня. Коллеги! Спасибо, Люба. Место, которое многие помнят с детства. Пруд в поселке Усовский Соликамского городского округа всегда был привлекательным для отдыха. Но это весной он обмелел. Эта ситуация очень тревожит местных жителей. Неужели о достопримечательности скоро придется просто забыть? Выясняла моя коллега Ольга Распономарева. Мы очень ждем и надеемся, что у нас появится вода, что у нас снова будет все красиво и хорошо, что мы будем радоваться и купаться и отдыхать на этом красивом месте. Любовь Морозова живет в поселке Усовский почти всю свою жизнь. Говорит, что буквально выросла в атмосфере этих потрясающе красивых мест. Поселковая детвора любила здесь искупаться, мужчины ходили на местную рыбалку. На Усовский пруд приезжали отдыхающие из соседних городов, а на берегу был оздоровительный лагерь. Но в начале мая этого года буквально на глазах от пруда ничего не осталось. Уже было зимой заметно, что что-то с прудом не то, потому что льдины стали проваливаться и очень сильно видно было, что пустота под ними. Пришла весна, как бы вроде пруд наполнился, все было хорошо. Но уже конец мая, начало июня там уже было понятно, что уже что-то происходит не так, что пруд очень сильно мелеет. Но к середине июля уже ничего не осталось. Любовь рассказывает, когда вода ушла, в оставшихся лужах можно было прямо руками ловить довольно-таки большую рыбу. За лето на месте бывшего водоема начала вырастать стихийная свалка. Этого активисты поселка уже не выдержали. И собрали субботник, во время которого привели русло в порядок. Но пессимистов хватает. Кто-то в комментариях пишет, все, больше пруда никогда не будет, попрощайтесь. Однако усовчане не сдаются, а продолжают обращаться в различные инстанции, чтобы вернуть поселку его достопримечательность. Наша телекомпания попыталась разобраться с ситуацией и запросила мнение местных властей. И вот что нам ответили в отделе по экологии и природопользованию администрации Соликамского городского округа. Пруд в поселке Усовский изначально был создан как противопожарный водоем. Сейчас он числится как гидротехническое сооружение. На основании договора пруд передан в оперативное пользование в управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуры администрации Соликамского городского округа. Звучит многообещающе. Впрочем, и в Соликамском управлении по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуры по этому поводу нам предоставили тоже вполне позитивную информацию. Администрации Соликамского городского округа выделены денежные средства в размере 443 тысяч рублей для проведения расчета вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения и проведения регулярного обследования гидротехнических сооружений с целью определения их технического состояния. По результатам обследований будут выданы рекомендации по проведению необходимых мероприятий с целью безаварийной эксплуатации ГТС. А это значит, что спасение водоема началось. Иными словами, сейчас заключается договор на вышеуказанные работы, срок выполнения которых рассчитан до конца 2021 года. Так что вполне возможно, уже в следующем году начнутся мероприятия, которые вернут усовчанам их любимое место отдыха. Ольга Распономарева, Кирилл Яранцев. Наши новости. И снова о воде. Вернее, ее отсутствие не обходится и дня без экстренных отключений этого важного ресурса в городе. На этот раз без водоснабжения останется правая часть Березняков. Уже несколько дней возле дома номер 14 по улице Дощинякова течет вода. Все начиналось с тоненькой струйки. Сейчас же тропинка между домами буквально утопает. На этой неделе сотрудники ООО «Березняковская водоснабжающая компания» устраняют злосчастную течь не первый день. Во вторник ресурсники раскопали территорию возле дома и только сегодня продолжают доделывать работы. И детский сад, который находится рядом с порывом, также не работает два дня. Ну а список домов, попавших под отключение, сейчас на экране напомним. Именно по причинам регулярных отключений воды в Березняках сейчас активно идет сбор подписей по расторжению концессионного соглашения СОО «БВК». Собрано уже несколько тысяч подписей. Инициативу поддержали представители пропрезидентского движения Общероссийского народного фронта в Пермском крае. Лично беру на контроль данную ситуацию и считаю правильным, чтобы в каждом кране жителей Березняков была вода. Ранее работу БВК признали неудовлетворительной депутаты Березняковской городской думы. Во избежание роста количества дорожно-транспортных происшествий, инспекция безопасности дорожного движения Березняков объявляет о начале месячника безопасности дорожного движения на территории городского округа. Мероприятие это традиционный ежегодный. В 2021 месячник стартует сегодня, 2 сентября. Сотрудники госавтоинспекции совместно со школами будут проводить различные акции на дорогах, организовывать встречи с детьми. Это в первую очередь для того, чтобы напомнить им правила дорожного движения, которые ребята, как показывает практика, часто забывают за лето. Поэтому важно повторить их с первых дней школьных занятий. Для этой цели инспекторы ПДД посетят все школы на территории Березняков, где проведут уроки дорожной безопасности. Кроме того, в целях профилактики в первые учебные дни наряды ДПС в утреннее время будут нести службу вблизи образовательных учреждений. Госавтоинспекция призывает всех родителей в преддверии нового учебного года провести с детьми профилактические беседы о соблюдении правил безопасности на дороге. Сегодня российские пенсионеры начали получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Их получат не менее 43 миллионов пенсионеров. Правительство выделило из резервного фонда 433 миллиарда рублей. Пожилым, получающим пенсию на банковские карты, начислят средства сегодня. А пенсионерам, которые получают пенсию через почту России, доставят единовременную выплату одновременно с пенсией. Замечу, претендующим на выплаты пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. Средства начислят автоматически. А какие еще новости сегодня активно обсуждают в стране и регионе Верхнекамье? Сейчас узнаем. Глава Минтруда назвал размером от капитала в 2022 году. Все дело в том, что в проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Таким образом, в 2022 году сумма этой выплаты составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго, сообщил министр. Катяков добавил, что если ранее семья получала деньги на первенство, доплата на второго составит 161 772 рубля. В фильме открыли променад на набережной. Он был закрыт на ремонт с 7 августа. Подрядчик завершил гарантийный ремонт, заменил потрескавшуюся плитку, которую повредила строительная техника. Скоро на городской набережной откроется новая спортивная зона и амфитеатр. Кроме того, появится специальный павильон для моржей. Малоимущие березняковцы могут получить средства на покупку товаров для школы. Речь о гражданах, чей доход ниже половины прожиточного минимума – это 5422 рубля. Из следующих категорий семей – малоимущие, многодетные малоимущие, находящиеся в социально опасном положении, в группе риска социально опасного положения. Размер материальной помощи составляет 5000 рублей на одного ребенка, за исключением детей из многодетных малоимущих семей. 1940 рублей на одного ребенка из многодетных малоимущих семей. Предварительная запись и подробная информация по телефону на экране. Тем временем первый политический скандал в Березняках продолжает набирать обороты. Кандидату в депутаты законодательного собрания от КПРФ пришлось оправдываться после появления информации в интернете о признании его негодным к армейской службе. Сообщается, что Игорь Соловей может иметь проблемы с психикой. В статье 7b, по которой 34 года назад его якобы отстранили от строевой службы, речь идет о лицах с различными формами психопатии, лицах с патологическими развитиями. Таким образом, в армию Игорь Соловей не попал, возможно, либо из-за стойких психических отклонений, либо из-за их умелой стимуляции. Это предположение выдвинули авторы телеграм-канала «Слуховой анализатор». Напомню, ранее эту тему подняла Анна Шигабова, кандидат в депутаты ЗАГС Собрания ТЛДПР. На официальной страничке регионального отделения партии она написала открытое письмо своему конкуренту, где призвала его ответить на вопрос, по какой причине он не служил в армии, хотя должен был быть призван в ряды вооруженных сил СССР в 1986 году во время ввода войск в Афганистан. Я считаю, что человек, который является кандидатом в депутаты, не должен так себя вести. Он должен быть максимально открытым для избирателей, чтобы они могли знать про него всю правду. Тем не менее, публичный ответ от оппонента так и не поступил. Мы тоже, напомню, попытались связаться с кандидатом в депутаты. Услышав вопрос, он просто положил трубку. Нашим коллегам из УРАРУ Игорь Соловей тоже отказался назвать истинную причину. При этом версию о негодности к службе из-за наличия какой-либо формы психопатии не подтвердил, но и не опроверг. Назвал ее происками конкурентов и предложил предъявить доказательства. По словам кандидата от коммунистов, главным подтверждением его психологического здоровья является разрешение на хранение оружия. Напомню, выборы в ЗАГС собрания Пермского края состоятся с 17 по 19 сентября. В них участвуют 10 политических партий. Благоустроили в кратчайшие сроки. Этим временем на Зырянке после ограждения потенциально опасной зоны по техногенным причинам произвели благоустройство новой проложенной дороги. Пригодна она и для пешеходов, и для автомобилистов. Подробности в нашем следующем материале. Напомним, расселение нескольких домов на Зырянке в потенциально опасной зоне случилось в конце июня. Территория была ограждена, а часть автодороги была выведена из эксплуатации. Однако другим жителям все равно необходим проезд к своим домам и обратно. Поэтому для них был выполнен объездной участок между улицей Трапезниково и Железнодорожной. Изначально дорога выполнена в щебеночном исполнении в связи с поступавшими жалобами от жителей города. Ну и неудобства, связанные с пылиностью покрытия автодороги. Было принято решение и за счет средств силами ПАО «Уралкали» выполнена работа по асфальтированию данной областной автодороги. В районе улицы Железнодорожной установлен противоскоростной вал. Обустроены две остановки общественного транспорта в районе торгового центра «Светофор». Также сделан нерегулируемый пешеходный переход. Планируется, что в октябре и ноябре будет доделано освещение этого участка. Также будет выполнено благоустройство обочин шириной полтора метра. Для удобства жителей, говорят представители управления благоустройства, зимой автодороги будут расчищать на всю ширину, чтобы была возможность безопасно передвигаться по обочинам. Ольга Максименко, Любовь Битнер, Кирилл Яранцев. Наши новости. Накануне в Березняках в рамках рабочей поездки побывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Во время визита он посетил и строящиеся социально значимые объекты города – детскую больницу и физкультурно-оздоровительный комплекс. Как это было и какие пожелания выразил губернатор относительно этих социально значимых объектов? Сейчас узнаем. Как видим, строительство продолжается. Губернатор первым же делом проверил, на какой стадии находится новый физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Любимов. Подрядчик пояснил, что строительство на этапе завершения. Все сети, включая вентиляцию, отопление, водоснабжение, уже имеются. Остаются лишь работы по благоустройству территории и внутренней отделке. Можно сказать смело, что процентов 80 готовность по фоку основной есть. А как обстоят дела сейчас с больницей? С больницей на данный момент мы получили проектные отметки. Исходя из этого, ведутся уже все наружные, земляные и прочие работы, и все эти, которые подходят, чтобы к наступлению зимы уже благоустройство закончить. Реконструкция детской больницы на Советском проспекте продолжается. Работы еще достаточно много, утверждает подрядчик. Благоустройство территории планируют закончить к зиме. Но отопительные сети полностью готовы к наступлению холодов, то есть тепло в стенах больницы появится уже этой зимой. После завершения реконструкции здание будет передано на баланс краевой больницы имени Вагнера. Все министры, которые здесь работают, должны по своим направлениям это работать. Все здесь кто-то, как министр спорта, например, спортивные объекты, по линии министерства образования, по линии министерства здравоохранения. Посмотрите, какие сложности, чем можно помочь муниципалитету, на что обратить внимание. Где-то, может быть, предусмотреть дополнительную помощь. Краевые власти совместно с федеральными и муниципальными властями продолжают системную работу над вопросами доступной социальной среды. Как подчеркнул Дмитрий Махонин, Пермский край меняется, и дети, молодежь должны иметь равные условия развития здесь. И сейчас вне зависимости от места проживания. Ольга Максименко, Елена Катаева, Никита Игнатьев, Анастасия Шерстобитова. Наши новости. Дальше лето будет уже за деньги. Стартовала продажа турпутевок из Перми в Египет. Авиакомпания «Россия» в сентябре начнет выполнять авиарейсы. Продажу путевок открыл туроператор «Библиоглобус», сообщается на официальном сайте оператора. Разрешение совершать рейсы из Перми в Египет, Россавиация выдала авиакомпаниям в августе. Сообщалось, что в Хоргаду смогут летать авиакомпании «Ройл Флайт», «Нордстар», «Ред Винкс». В целом же стоимость путевки из Перми в Египет на двоих на шесть дней начинается от 60 тысяч на двоих. Сегодня, 2 сентября, легендарная женщина-основательница школы театра балета в Березняках, заслуженной работник культуры Российской Федерации, Галина Цыганова, отмечает юбилей 85 лет. Что ж, у души поздравляем Галину Ивановну и в нашей ностальгической рубрике «День в истории». Вспомним, как необычно поздравили именинницу с днем рождения в ее прошлый юбилей – 80 лет. Эти моменты, конечно же, бережно хранят наши телеархивы. Смотрим. 2 сентября 2016 года – день рождения великого хореографа в Березняках. Имена Галина Цыганова дала жизнь высокому искусству танца в нашем городе. Балетная студия под ее руководством покорила сценические площадки не только России. Труппа совершила зарубежные поездки, где Березняковский театр балета принимали на ура. Одним из самых больших достижений стала постановка «Жизель» на сцене Пермского академического театра оперы и балета. Ровно 5 лет назад для Галины Ивановны танцевальное сообщество города подготовило самый неожиданный подарок – танцевальный флешмоб прямо в центре города. Такой сюрприз в ее честь задумали родные и коллеги. И, конечно, до последнего все это держалось в прожащей тайне. В итоге именинница была просто счастлива. В 2017 году наши корреспонденты стали свидетелями мусорного коллапса на проспекте Ленина, 72. Во дворе дома пропали мусорные контейнеры. Появились крысы, бездомные собаки и стаи вороны. Там стали стихийно выбрасывать бытовые отходы все, кому не лень. Оплата за вывоз мусора, между тем, взималась жильцов дома. Ситуацию комментировала администрация. Контейнерная площадка находится вне ведения управляющей компании 72-го дома. Ею пользуются жильцы домов улиц Аксакова, Ермака и проспекта Ленина, но платить за мусор не хотят. Отсюда и результат. Перевозчик Сана-М контейнеры попросту вывез. Выход, по мнению коммунальщиков, был один. Установить новые контейнеры на другой площадке. В итоге так и было сделано. Ровно два года назад в этот день в Березняках в Рябиновом сквере состоялся светоотражающий флэш-баттл. Воспитанники культурно-спортивного центра «Азот» решили оригинально напомнить детям о безопасности на дорогах, о том, как правильно переходить по зебре и зачем нужен в дневнике безопасности маршрут. Участники установили рекорд. Выстроились в виде огромного знака пешеходного перехода. Все гости акции в подарок получили светоотражающие элементы. И на этом, пожалуй, сегодня завершим. Еще больше интересного вы всегда можете найти в группах «Свое ТВ», в соцсетях и на страницах газет нашего медиахолдинга. Читайте свежим в номере Березняковского рабочего. Врачи ковидного отделения Березняковской больницы рассказывают о своих буднях и дают советы горожанам. Библиотека номер 11 лечит детей сказками. Яна Агеева придумала для читателей экологическую викторину с призами. А также в номере, как всегда, полезное объявление – сканворды. Подписывайтесь на Березняковский рабочий через Сбербанк онлайн и по телефону 20 15 47. Будьте в информационном потоке вместе с нами. Я же прощаюсь. С вами была Анастасия Шерстобитова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова